Воркаут или уличный фитнес. Физкультура, которая включает в себя упражнения на спортплощадках, на турниках, брусьях, шведских стенках и горизонтальных лестницах. Иногда это направление называют видом спорта, но в официальных списках его нет. Красиво. Можно накачаться не только в тренажевом зале, но и на обычных снарядах. Цель этого движения является пропаганда здорового образа жизни. Как только Максим Навренко узнал, что в Харькове открылся воркаут-центр, поспешил записаться в группу. В свои 8 лет школьник одержим мечтой стать спортсменом. Хвастаться можно, потому что я сильный всегда. Как ударишь, если что. А с слабой не ударит. Воркаутеры так называют себя. Эти спортсмены выполняют упражнения на уличных снарядах круглый год. Рассказывают, для них это не просто спорт, а образ жизни. Есть просто такой миф глупые качки. Мы ломаем этот стереотип. Есть такие моменты, что потянуться на руке во второй книге. Такой вид спорта в Харькове появился около 6 лет назад. Спортсмены уверены, сейчас первая столица лидер воркаут-движения. В городе около 400 стрит-воркаутеров. Как парни, так и девушки пропагандируют этот вид спорта среди молодежи. Спорт, он точит характер. Это прежде всего. А сидеть на лавочке, пить пиво, курить сигареты, это просто трата времени. И это купит здоровье. Спортсмены признаются, заниматься воркаутом зимой чревато для здоровья. Опасна не только простуда. Велика вероятность получить травму. Поэтому харьковские активисты решили открыть зимний воркаут-центр. Он первый в Украине. Для каждого пришедшего мы подбираем индивидуальную программу тренировок. Рассказываем о правильном питании. То есть для тех, кто тренируется с нуля, мы делимся своим опытом. Занятия в воркаут-центре абсолютно бесплатны для всех. Тренировки планируют начать через пару недель, пока формируют списки людей. Правда, записываться советуют заранее. Одновременно в зале могут заниматься не более 30 человек. Марина Ступак и Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив».